Баскетбол Упорная работа и талант помогли двухметровому гиганту Сибиряку заслужить место в звездном составе сборной СССР, где блистали Александр и Сергей Беловы, Иван Едышко, Михаил Коркия. Самую свою главную награду – золотую олимпийскую медаль с изображением богини победы – Иван Дворный завоевал в 1972 году, после ошеломительной победы над сборной Соединенных Штатов в Мюнхене. Драматичный матч получился. Это противостояние тогдашнее. Холодная война, отношение капитализма с социализмом – это противостояние. И все это в итоге уже и к спорту противостояние. То есть мы как повели с первых минут, и так вот до самого конца. Вот мы стали проигрывать первый раз за три секунды до конца матча. Первый раз. И то там получилось, что кто-то кому-то логким заехал, значит, кто-то кому-то ударил у Белова, значит, голову рассекли. И вот эти три секунды – это вбрасывание Вани и Дэшко. Сашка мяч лечит через все поле. Сашка его ловит в трехсекундной зоне. Один споткнулся у них, другой не достал. Ему ничего не оставалось. Ему как бросить и попасть. Иван Дворный помнит все подробности того непростого матча, у которого, кстати, в этом году тоже юбилей – 40 лет. Каких еще достижений добился бы молодой спортсмен из Омской области, не знает никто. Но в 1973 году его спортивная карьера неожиданно закончилась. Над Олимпийским чемпионом Дворным был организован показательный процесс по борьбе за чистоту нравов. За привезенное из заграничного турне пару джинсов и рубашку ему пришлось более года провести в заключении. Дорога в большой спорт с того момента для него оказалась закрытой. Немалых усилий ему стоило освоить новую профессию. Около 20 лет он проработал в железнодорожном депо «Московка». Когда человек занимается большим спортом, когда он получает вот этот адреналин, который потом, когда он выходит в нормальную жизнь, он заканчивается. Человек ищет этот адреналин. Может кто-то начинает злоупотреблять. Но я нашел себя в другом. Я пошел на предприятие, стал работать, научился уж, как говорится, крутить гайки или там еще что-то, тушить пожары. Медведя учат на велосипеде по цирке ездить, а человека-то всему можно научить. Уже 4 года Иван Васильевич на пенсии. Но даже сейчас он поддерживает спортивную форму. Побросать мяч в кольцо никогда не против, хоть и удается это не так часто. Говорит, сегодня его счастье составляют семья и любимое занятие – охота. Олимпийскому чемпиону и оптимисту Ивану Дворному никогда не будет скучно. Надо любоваться жизнью, она, слава богу, у меня интересно протекает и нормально.